Продолжение следует... ...построило судилище над совестью и честью русской нации. Это полковником Квачковым. Дошло до просто обмана. Вся система, чтобы не пускать людей, которые хотели помочь Владимиру Васильевичу, стать на его защиту, их просто не пустили в зал заседания. Они обманом заставили ждать, сказали, что всем хватит места. И вдруг вышел какой-то представитель непонятных каких-то судебных приставов и сказал, что все, мест нет, извините. Зашло буквально там человек 10-15 из ближайших родственников и друзей Владимира Васильевича. Это говорит о том, что власть панически боится проявления русского духа, проявления русской воли, всяческими методами старается оттеснить всех активистов русского движения от нашего Владимира Васильевича. Вот это безобразие мы увидели сегодня в так называемом морсковском городском суде. К сожалению, нам, представителям партии Великая Россия, не удалось попасть в зал заседаний. Видимо, власть так организует судебные процессы, чтобы народа на этих судебных процессах не было. Ну и, по сути дела, кто судит нас вот в этих судах? Это люди, которые не получали полномочий от народа, а, следовательно, не являются представителями народа, не являются представителями Российской Федерации. Это просто самозванцы, которые натянули на себя маскалаты, назвавшись судьями, и проводят там какие-то процессы, используя силовые ресурсы, судебных приставов, которые тут приглядывают за населением. Пришло около ста человек, даже больше, на оглашение приговора Владимиру Васильевичу Квачкову. Ну, в зал прошло человек 15. Остальные остались отрезанными вот этими силовыми структурами ныне действующей олигархии, против которой как раз полковник Квачков, его сподвижник, полковник Хабаров, которого судят в Екатеринбурге и выступают. Мы со своей стороны выражаем полную солидарность Владимиру Васильевичу и его соратникам в борьбе против ненавистного нам и всем русским людям режима, который уничтожает нашу страну, который поставил себе прямую цель уничтожения нашего народа. Поэтому не ровен час кто-то из нас попадет на то же самое место подсудимого за то, что он любит Россию, за то, что он любит свой собственный народ, за то, что он готов и пострадать, и жизнь отдать за Отечество, как Владимир Васильевич Квачков. Мы исходим из того, что его позиция абсолютно правильная. Конечно, надо быть полным идиотом, и вот я думаю, что судьи, эти следователи, они таковой статус имеют, полных идиотов, людей асоциальных, чтобы предполагать способность нескольких отставных офицеров совершить государственный переворот, подготовить мятеж. Если бы это были командиры крупных воинских подразделений или подразделений полиции, которые хорошо вооружены, хорошо подготовлены, спланировали бы эту операцию, то можно было бы говорить о возможности какого-то переворота. Если такой переворот будет, мы со своей стороны, безусловно, его поддержим, потому что уничтожение этого режима, безусловно, является задачей всех добропорядочных, законопослужных людей. Но в данном случае, конечно, не мог быть подготовлен переворот, готовились условия для изменения политического режима. Именно этим занимался Квачков и его соратники. Именно этим занимаемся и мы. И мы не будем этого скрывать, мы не желаем этого режима, мы желаем его скорейшей кончины и установления русской национальной власти. Да, можно в каких-то словах выискать всякие глупости, которые иногда срываются у нас с горяча, с наших уст. Бывает такое. Но делать на этом какой-то политический процесс, устраивать судилище, это, конечно, дело нелепое и постыдное. Я думаю, что те судьи, которые сегодня оглашают приговор и будут в ближайшее время принимать решения, это люди, которые подпадают под статьи Уголовного кодекса и народным судом они будут осуждены, я не сомневаюсь, как и следователи, которые фальсифицировали дело. Я спрашиваю, для Путина народ источник власти? Нет. Он полномочия, которыми пользуется, получил из рук народа? Нет. Те судьи, которые сегодня судят Квачкова, получили полномочия из рук народа? Нет. Нет и нет. Значит, против нас действует не просто антинародная, антизаконная власть. Либо мы, либо они, но другого варианта нет. Пока на их стороне сила. Но, сколь веревочки не виться, конец всегда будет. Для них будет конец, мы в этом уверены. И поскольку они недееспособны интеллектуально, недееспособны нравственно, они погибнут. А наш народ будет жить. И Владимира Васильевича Квачкова мы освободим, как и многих политических заключенных, которые сегодня, по милости Путина и его шайки, томятся в заключении. И в этом заключении будут размещены как раз те лица, которые устраивали эти неправосудные процессы и преследования русских патриотов.